Вестник ополчения 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 слухи о том, что ополчение своими градами, то есть это мы, якобы стреляло по городу, промазало, попало в жилые дома и так далее. Это обычный прием киевской пропаганды, когда они стреляют градами или артиллерией по городу, а потом ополченцы сами разрушают свои дома, сами стреляют по себе, и Строцкий, чтобы дискредитировать Сталина, сам себе ледоробом голову прорубил. Вы понимаете, вот анекдот из этой серии. Здесь не смешной анекдот совершенно. Да, действительно, был обстрел, погиб человек вчера. Вот эти товарищи, которые распространяли слухи по поводу того, что мы сами из своих градов по своим домам стреляем, сейчас они у компетентных органов дают показания. Я уверяю, что наши компетентные органы разберутся, откуда вот эти распространители слухов взялись, на кого они работают. Значит, на кого они работают, понятно. То есть, давайте, уважаемые сограждане, понимать, что идет война, война большая, война жестокая. Значит, и как на любой войне, к распространителям паники и к распространителям ложных слухов, когда они сознательно работают на дискредитацию армии своей, да, на дискредитацию руководства военного и гражданского, применяются санкции по законам военного времени, да, то есть, вы понимаете серьезность этих вещей, вот. И я думаю, что с паникерами, с распространителями слухов мы сейчас будем бороться очень серьезно. Ну, хотелось бы добавить, что вчера на месте обстрела я присутствовал лично. По характеру повреждений, по траектории можно было четко определить, кто и откуда стрелял. Это было понятно всем, кто там находился. И слышать какие-то провокационные слухи о обстреле ополченцами, ну, просто, это просто бред. С вами был Вестник Ополчения. До свидания. До свидания.